Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу прикольный скрипт для Smashing Simulator X. Для этого нам, как всегда, потребуется чит. Буду использовать Splash. Также ссылочка на него и сам скрипт, как всегда, будет в описании. Значит, смотрите, первым делом, что нам нужно сделать. Это, естественно, нажать на кнопочку Inject и ждать, пока мы с вами заинжектимся. Сейчас вот здесь идет проверка либо скачивание всех DLL, которые здесь есть. Ждем. Потом, смотрите, еще, возможно, такое-то, что у вас на загрузке какого-то DLL может остановиться. В таком случае вы просто на кресте кто-то нажимаете, который вот был, и все, у вас автоматически потом заинжектится. Также, если у вас Inject не сработал, заходим в настройки, и здесь есть две версии Inject. Выбираете какую-то из этих двух, то есть есть версия 2.0, а есть вот другая версия. Сейчас не смогу прочитать. Вот, получается, две версии есть. И вот с какой-то из них пробуйте, у вас должно получиться. После этого вставляем скрипт и нажимаем на кнопочку Exclude. Так, все отлично, у нас получилось. Значит, смотрите, что этот скрипт дает. Этот скрипт дает, получается, вам скорость броска очень большую и также силу. То есть урон, вот, то, что, допустим, у меня сейчас в руке, это вроде бы подушка. Она сейчас с большой силой будет кидаться и также очень быстро. Вот, давайте продемонстрирую, смотрите. То есть, как видите, даже незаметно, когда эта подушка вылетает. Куда она попадает, как видите, в разные места, это тоже даже незаметно. Вот, я стреляю, допустим, вот сюда. Вот, она попадает в дерево. Также, кстати, они рикошетят. Вот, как видите, стрельнул вот сюда в куст. Куда-то попал. А, ну, в дерево попал. Вот, и, естественно, урон у вас намного сильнее, чем просто играть, допустим, без скрипта. Так, давайте купим себе, получается, новое оружие. Посмотрим, на какое мне хватит. 30 тысяч, давайте, осталось совсем немного. Сейчас заработаем. Так, все отлично. Теперь покупаем. И смотрим, как сейчас быстро будем ломать. Так, допустим, в елку кинем. Ну, в принципе, получается, с двух бросков елка ломается полностью. Отлично. То есть, если следующее, допустим, оружие купить, там, я думаю, уже елка с одного броска будет ломаться. А, также давайте купим петов. Посмотрим, на что мне хватит. 10 тысяч, ну, давайте накопим. Умножение, естественно, у тех питомцев будет больше, которые у меня сейчас. А, вот такие сейчас у меня питомцы. В принципе, довольно слабые. Также, в принципе, выгодно формиться именно на больших объектах, у которых много жизней. С них, естественно, вы больше будете монет получать и дольше их ломать. То есть, вам не придется бегать куда-либо, искать другой предмет, чтобы его сломать. Как видите, я сломал, дали довольно много. Давайте открываем яйцо, смотрим, что выпадет. Так, выпала корова. Ну, получается, самая... А, нет, не самая. Слабая. В принципе, так. Пойдет более-менее. И давайте еще одну откроем. Я не помню, сколько там слотов под петов. Вроде бы три, да? А, нет, четыре слота. Ну, и давайте последний раз. Может быть, что-то хорошее выпадет. И выпала свинья. Самая фиговая. Ну, ладно. В принципе, такой состав оставим. И где у нас тут есть большие предметы? То есть, с большими жизнями. Вот, я опять нашел. Следующая зона стоит сто тысяч. Ну, давайте попробуем сейчас этот камень сломать. Конечно, иногда можно не попадать, потому что скорость получается намного больше у вас стало. И попасть, получается, сложнее становится. Так, ну, сейчас, кстати, довольно мало дали. Это плохо, к сожалению. Ну, елки, как видите, я сейчас, получается, уже с первого раза выношу. По-моему, если вот, допустим, две елки рядом стоят, их можно сразу две сломать. Да, как видите, ломаются, получается, сразу две. Давайте еще раз посмотрим. Вот две елки стоит. Бросаем в них. Да, и сразу две елки ломаются. Прикольно. Получается, тут еще есть рикошет. У этих предметов. То есть, можно, допустим, сразу два предмета сломать. Одним броском. Прикольно. Ну, в принципе, как видите, монеты фармятся довольно быстро. Конечно, не совсем быстро, как хотелось бы, но намного быстрее, чем вы бы играли без... Извиняюсь, самого скрипта. Давайте попробуем накопить на первую локацию. В принципе, осталось совсем чуть-чуть. Сейчас по-быстренькому все ломать будем. Так, почти уже накопили. Совсем чуть-чуть осталось. А также, кстати, здесь нету перезарядки. То есть, вы можете очень быстро бросать. Вот, допустим, у меня сейчас гантеля. Без перезарядки я ее бросаю, как видите. Можно чисто ей спамить просто. Без остановки кликать. И, как видите, она стреляет. Сразу, когда вы нажимаете на клик. Так, все, отлично, мы накопили. Идем в следующую локацию. Посмотрим, сейчас я смогу там выносить предметы с одного раза или нет. Так, все, мы ее купили. Ну, тут, как видите, елки уже немного посильнее. То есть, с большим уроном. То есть, с жизнями. Перепутал. Тут, естественно, нужно прокачиваться опять. Также покупать питомцев следующих. А здесь у нас что? Здесь какая-то у нас машина. Давайте посмотрим, что это такое. Апгрейды, как я понял. Да, это апгрейды. Вот, как видите, можно что-то здесь прокачивать. Прикольно. Давайте прокачаем. На 8% теперь у меня стал урон больше. Ну, елку я до сих пор с первого раза не выношу. К сожалению. Давайте, в принципе, купим. Напоследок, быстренько, питомцев. Тпхнемся. Здесь, кстати, бесплатный телепорт. Сколько яйца стоит? 150? Ну, чуть-чуть осталось. Давайте здесь подфармимся. Быстренько. Сейчас вот заспамим бросками. Чтобы было намного быстрее все. И, как видите, в принципе, довольно быстро все монеты прибавляются. Даже не успевает иногда респавниться объект, который мы ломаем. Так, все мы накопили. Идем покупаем. Смотрим сейчас статистики питомцев. Комонка выпала. Ну, в принципе, такой себе питомец. Ну, в два раза получается сильнее корова. Слушайте, так же мне получается дали вот этого питомца. Прикольно. Как я понимаю, он мне не выпал. Скорее всего, я, наверное, выполнил какой-то квест. И мне дали вот этого питомца. Прикольно. Ну, давайте напоследок, в принципе, проверим. Смогу я сейчас вынести объект на другой локации с первого раза или нет? Мне кажется, смогу. Давайте проверим. Встанем вот так вот. И кидаем. Нет, почему-то до сих пор не могу выносить. Ну, ладно. Зато, в принципе, здесь можно без остановки кликать и ломать быстро объекты. Ну, в принципе, на этом буду заканчивать. Вот такой, в принципе, скрипт. Конечно, может быть, не очень функциональный. Тут, получается, всего лишь две функции. Это быстрые броски и также дополнительный урон, получается, к вашему предмету. И всё. Ладно, кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами, как всегда, был Избан. Всем удачи и пока. Продолжение следует...